Всем здравия! С вами Петра Ванголовин. Сегодня мы с вами будем говорить о депрессиях, апатиях, плохих настроениях, почему это происходит, что нужно делать. Итак, когда наступают такие состояния, всегда нужно искать причину. Если вы не специалист и сами не можете выявить причину, конечно, нужно обращаться к тем людям, которые могут вам помочь. Если на простом языке это психологи, то есть они поверхностного помочь могут в каких-то легких ситуациях. Если это серьезные вещи, которые связаны с темными, с порчами, с глазами, энергетическими блоками, игрой-играми, то это, естественно, уже контактеры, это уже люди более продвинутые, более развитые. Вот и понимают суть проблемы очень глубоко. Ведь депрессия, апатия, они же не за один день начинаются, выявляются, да, то есть это состояние, оно как клубок, да, то есть наматывается, 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 да. Какие причины бывают? Первое, когда человек запутался в жизни, например, да, когда человек не понимает, куда ему нужно двигаться, то есть у него нету цели какой-то, да, человек не пытается найти себя, вот, либо пытается найти, но у него это не получается. Когда у человека нету, допустим, там, надежной опоры в семье, в виде родителей, в виде детей, там, в виде, там, второй половины, да, мужчины или женщины, который должен рядом находиться, должны находиться и помогать вам. Естественно, вот это все в комплексе, да, навевает депрессию, когда человек начинает злоупотреблять, допустим, какими-то вещами, там, неправильное питание, алкоголь, сигареты, еще, конечно же, некоторые могут и наркотики принимать. Это все усугубляет, то есть надо к жизни немножко относиться более философски, когда вы начинаете понимать цель прихода на Землю, тогда вам гораздо легче. На некоторых людей, наоборот, делаются жизненные определенные уроки, они должны эти жизненные уроки пройти, испытать определенные сложности в жизни, а человек такой создает чуть малейшие сложности, он слюни пускать начинает, он сразу замыкаться в себе начинает. Надо ходить на какие-то курсы развивающие, да, там, то есть нужно заняться какими-то вещами о медитациях, походить на йогу, пообщаться с теми людьми, которые более развиты. Они вам могут дать какие-то общие моменты и направить на нужный путь духовного развития, то есть понять вообще, что, чего и зачем. Это уже огромная ступень вперед, куда вы можете смотреть и двигаться в том направлении. Когда вы общаетесь с этими людьми, вы можете среди этих людей найти свою вторую половину там, либо хотя бы временно тех людей, которые могут вам помочь и двигаться в правильном направлении. Даже если вы ничего не знаете, они ничего не знают, но они минимум могут вам сказать, как надо в общем медитировать, какие каналы смотреть, какие книги более-менее можно почитать. То есть уже вот эти вещи вас постепенно будут вводить из этого состояния апатии, депрессии, уныния так называемого. Когда не хватает энергии, я уже говорил, нужно питаться растительной пищей больше, но переходить постепенно, в течение многих лет, чтобы не было никаких проблем у вас. Далее, когда вы переходите, сейчас я уже очень много лекций на эту тему снял, можете тоже очень много с моего канала брать, там очень много будет информации. Дальше будет появляться усидчивость, более философски будете относиться к жизни. То есть растительное питание, оно очень много дает человеку. Другие мысли в голове появляться, больше энергии. Вот медитация, кстати, больше энергии будет давать. Конечно же, если есть порча сглаз, если они не сильные, там сглаз, например, он может сам по себе через какое-то время пройти. Если он сильный, его снимать надо, то же самое испорчен. Если у вас темные сели на вас, зацепили вас, обязательно ее снимать надо. Причем многие люди мне пишут, вот там на мне какой-то экстрасенс работал, что-то снимал. Никакой экстрасенс, никакой целитель сам ничего снять не может. А это временный эффект будет. Это могут лишь делать только контактеры, которые контактируют сущностями, и их просят. Других вариантов нет. Могу сразу однозначно сказать, что вы даже никого не искали, как бы зря не тратили деньги. И если контактер вообще понимает, кто такие темные, и что это такое, то да, он может. А может быть он в начальной стадии контактера вообще не понимает, что это такое, как это все работает, кому обращаться, как это все нужно делать. Естественно, это нужно обращаться к тем людям, которые реально понимают. Так как на нашей земле сейчас они есть в большом количестве, вот, и даже между друг другом они стараются выяснять отношения. Группа А, допустим, темные, группа Б. Даже между собой они выясняют отношения, не только со светлыми, но еще между собой. Идет борьба за территорию, за землю, за душу и так далее. Когда же ситуация выравнивается, да, вам немножко легче уходить из депрессии. Но в таких состояниях, да, сущности рекомендуют, чтобы ваши близкие были рядом. То есть, когда человек пьет, курит, наркотики принимает, даже если есть темные, даже мысли их снимать начинают. Потихонечку им помогать. То есть, ограничивать этих людей, создавать такие условия, чтобы человеку там загрузить работы домашней, на дачу загрузить работы. Может быть дать ему какую-то работу где-то поработать, чтобы человек, у него мысли отходили в сторону. И человек просто занимался совершенно другой деятельностью, не было времени об этом думать. Когда человек начинает заинтересовываться, ему как-то проще, он отвлекается от этого всего. Интересные книги дать почитать, направить куда-то, вместе с ним походить, я не знаю, в спортзал, на курсы какие-то там. Интересно. Сейчас всего столько, что всегда можно же выделить время и помочь, допустим, родственнику другу. Тем более, когда темно это делают, это же не карма какая-то. В этих случаях всегда надо помогать человеку. Естественно, нужно иметь защиту от темных, чтобы постоянно контактировать с такими людьми. Иначе постепенно темные могут на вас перебрасывать. Но в принципе ничего страшного нет. У тех людей, у которых не было темных, они получают урок свой. То есть они как бы контактируют на энергетическом плане с темными. Таким образом получают опыт. И после этого только можно их снимать. И после этого можно ставить защиту. Конечно, слово депрессия, апатия, они такие общие слова, как бы, да. Всегда есть какая-то причина. Не хватает финансов, поменять работу, прописать финансовую руну. Нет рядом человека, с которым вы хотели, там, да, смотрите. У соседа есть, у соседки есть семья, дети, все нормально. Мне тоже хочется апатия, депрессия тоже. Жаженственному человеку, значит, надо обратиться, допустим, к контактеру. И он скажет, где ваша сейчас вторая половина. Если еще и нет, то можно просто притянуть специально для вас. По примерному уровню духовного развития одинаково будет у вас вторая половина. И так далее. То есть по параметрам также можно все это сделать. Если не подходит, чувствуете, что энергии не хватает, да. То есть я уже говорю, либо темный, либо порча. Либо вы не в той стране живете, или не в том месте. Бывают какие-то отрицательные зоны. То есть ваша энергия не совпадает с этой энергией земли, на которой вы живете. То есть нужно поменять место жительства. Я вот говорил уже, в разных городах себя чувствую по-разному. Приезжаешь в один город, вроде медитируешь, но что-то как-то тяжко идет. Приезжаешь в другой, прям как по маслу, прям вообще. Как будто тебя подняли на руки, и ты летаешь. Совершенно другие ощущения. Одни регионы больше подходят, другие меньше подходят. У кого-то есть выбор, то есть человек, нету конкретного предназначения, нету программ как таковой, и ему и там, и там будет хорошо. Некоторые люди находятся в зале ожидания, либо на отдыхе. Я уже рассказывал об этом много раз. Все равно некоторые не понимают, что такое отдых, что такое зал ожидания. Может быть, какие-то связующие слова нужно еще поставить, чтобы более понятным было. Зал ожидания – это зал суда. То есть человека судят в это время его создателя, его учителя. И смотрят, что он такого сделал в прошлых жизнях, в прошлых программах. Если он все правильно выполняет, его поощряют в следующей программе. Если он плохо что-то выполняет, он карму накладывает, какие-то ограничения финансовые могут сделать и так далее. Больше жизненных уроков ему включить. После этого через какое-то время переписывается обычная программа, и человек продолжает жить. Либо в физическом теле, либо на тонком плане он ждет, потом воплощается. А отдых – это просто отдых. Человек заслужил, он просто должен отдыхать. Иногда просто должен медитировать и духовно развиваться. И помогать людям вставать на духовный путь развития. Все. Три слова. Все остальное ему не надо. Не надо головой биться об стену, чего-то искать, кого-то прыгать, бегать, с ума сходить. Естественно, иногда темное бывает. Иногда и заболевания бывают у этих людей. Если совсем неправильно питаются и так далее. Это нормально. Естественно, какое-то руны прописаны в программе. Для финансов, для успеха во всем. У кого-то их нет. То есть, кто что заслужил, то и дают. Если человек более правильно жил и выполнял свою программу, и карму не нарабатывал, и мешал другим, помогал ему, дают полноценный отдых с рунами, со всеми делами. То есть, облегчают вообще максимально. Чтобы человек получал от жизни, в прямом смысле, удовольствие, чем бы он ни занялся, у него все бы получалось, деньги были, и все. А человек, который просто выполнял программу, без энтузиазма, ему просто отдых могу гать, без ничего, еще просто не прописан. В таких случаях тоже у многих людей непонятка возникает, куда двигаться, что с ним происходит. Так как ангел-хранитель, его никуда не направляет. Человек просто как бы в свободном плавании. Еще многим людям тяжело, когда четко ангел-хранитель не дает направляющие, куда двигаться, что нужно. И человек не чувствует и теряется. То есть, как бы, душа немножко еще незрелая, и такой человек путаться начинает. И у него проблемы возникают. То есть, это тоже нужно знать. И опять же, всегда говорю, если есть что-то непонятное, обращайтесь к профессионалам, которые точно все по полочкам разложат. Иногда такие бывают ситуации, что сам не можешь разобраться и требуется обратиться к сущности лишний раз. Почему так произошло, понимаете? У человека, например, в прошлой жизни был третий глаз открыт, потом ему надо четвертый, пятый глаз открывать, а потом программу переписали, и сущность говорит, надо опять третий глаз открывать. Ну, упростили, например, программу. Человек говорит, а как же так? У меня уже он открыт, а сейчас пишут, что опять открыт. А я так его убрали. За то, что человек не развивался, просто убрали, теперь человеку опять его открывать надо. То есть, заново. Понимаете? Иногда такие бывают состыковки, и человек с обычным техническим мозгом, он не может это понять. Ну, как же так? Вы же вроде сказали, что это открыто, потом вы говорите, что теперь надо это открывать, потому что либо я выполнил это, либо не выполнил. естественно, человеку дальше прописывают другую программу, переписывают, и у него что-то было открыто, и в дальнейшем у него оказывается совершенно другое открывать надо. Так это и есть то, когда вы не выполняете, вас наказывают, забирают какие-то способности, закрывают, и вы замок должны открывать. Вот, не так все просто, как кажется. И вот я с Анастасией, мы пытаемся разобраться вот в массе вот этой всей информации, и максимально вам подать на блюдечки, разжевать обычным человеческим языком, вот, но, естественно, хотелось бы сразу все вам дать, но, к сожалению, это невозможно, потому что требуется куча времени, чтобы самим разобраться во всем этом, вот, и по ходу дела, естественно, происходят некоторые такие нестыковки, и люди как-то, а почему так? Ну как? Создатели вот так решили, Создатели сделали такой мир. Поэтому это вопрос и не к нам, мы просто пытаемся разобраться в этом мире, понять, как нужно жить, что нужно делать, максимально облегчить друг другу ситуацию в жизни, в развитии. На самом деле, все настолько просто, честно говоря, да, но это когда просто, когда знания есть, а когда знаний нет, то люди, да, бьются об стену, там, депрессия, апатия, почему так все несправедливо, почему там маленькие дети болеют, там, почему там война идет, и так далее. Пока нет информации, у вас постоянно будут такие проблемы. Когда у вас будет появляться информация, почему дети маленькие от рака умирают, почему хорошего человека рано забрали, почему война началась, почему одно, почему другое. То есть всегда есть какая-то причина, когда вы в общие эти моменты знаете, вот понимаете, что происходит, вы более философски ко всему относитесь, а есть вещи, и есть люди, которые стремятся познать, ну, такие вещи, что там на Марсе, на Юпитете, это никому не надо. Для вашего развития это ничего не дает. Надо внутри себя разобраться, разобраться, куда двигаться нужно, а потом уже про Марс изучать, про Юпитер все смотреть. Так как часть информации все равно от вас будет закрыта, и вы все равно не будете до конца понимать, что происходит. Всегда ищите причину. Почему причина депрессии? Почему причина апатии? Что происходит? Внимательно анализируйте, смотрите за собой. Что надо делать? Кому-то голодание помогает, кому-то водная процедура, закаливание помогает, кому-то от лечения, от какой-то деятельности помогает, заняться физкультурой, спортом, найти себе другую компанию. То есть это надо действовать, не надо сидеть никогда на кровати, не надо ждать, пока заработают какие-то руны, не надо ждать у моря погоды, когда придет ангел-хранитель, вот так вас возьмет и понесет. К ангел-хранителю нужно только обращаться в тех случаях, в самых сложных ситуациях, а просто так его с утра до вечера дергать не стоит. Когда некоторые узнают, они все время его дергают, ну помоги, ну да, они сделают. Вот. То есть вы настолько себе все облегчаете, нужно своими вот этими руками и вот этой головой хоть что-то начать делать в жизни. Когда вы начинаете делать, руны в пять раз сильнее начинают работать, если вы просто сидите вот так вот. Когда же она начнет работать, вот роман сказал, через пять месяцев, пять месяцев, что-то я не очень ощущаю руну, вот сидит, думает, ага, что должно произойти в четырех стенах. Еще самим надо что-то начать делать, идти куда-то вперед. Узнали? Поверьте мне, не откладывайте духовное развитие, не откладывайте. Потом упростят программу и будут проблемы. То есть вы в стране, вдвойне будете потом развиваться. Старайтесь ко всему осознанно подходить, больше спать, более качественно питаться. Можно съесть не столько много, но качественнее. Разобраться в причинах, не получается у вас разобраться. Обращайтесь с друзьям, к родственникам, не получается разобраться. Или там, допустим, ваш родственник уже неадекватен, да, он не понимает. Естественно, в таких ситуациях по-любому надо обращаться к специалисту, который бы максимально помогал. Но сразу говорю, запущенный случай не получится вот так вот убрать. Естественно, требуется время какое-то. Пока темный снимет, пока порчу снимет, пока человек, физическое тело, оно привыкает к наркотикам, к алкоголик, к сигаретам, к неправильному питанию, к компьютерным играм. То есть нужно время, чтобы от этого отвыкнуть. То есть нужно переключиться и вы должны понимать, что это все долгие процессы. Поэтому сразу накапливайте выдержанность и будем вместе с вами идти этой дорогой. Тема интересная на самом деле. Можете писать комментарий, что с вами в жизни произошло, как вы справились с депрессиями, с этой апатией, что вы поменяли в себе, я сами поменяю с помощью кого-то. И вот тогда будет интересно другим людям, чтобы люди брали пример. Потому что я часто говорю, но все хотят потрогать, понюхать, увидеть. К сожалению, не всегда это возможно. То есть нужны примеры людям. Вы таким образом будете развивать других людей, писать свои жизненные примеры. И тогда люди будут стремиться поменяться. Итак, заканчиваем лекцию. Прощаюсь. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...